Здравствуйте! Моя подруга столкнулась с этой деликатной проблемой во время беременности. Выяснилось, что она не одинока. Даже конкретно в их семье несколько человек какое-то время испытывали симптомы геморроя. Вообще же заболевание довольно распространенное, но о нем стесняются говорить. Но у подруги есть дедушка, который любит собирать разные народные рецепты и испытывать их на практике. Вот у него и нашелся хороший рецепт свечей от геморроя. Это средство дед сначала с успехом испытал на себе, а затем стал рекомендовать его другим. Конечно, не всем подряд, а кто спрашивал. В основном это были близкие родственники. Подруга тоже решила последовать примеру дедушки и прошла курс лечения. Ей помогло. Поэтому она поделилась рецептом в нашей компании. Мы с девчонками старательно его записали, ведь в жизни все может пригодиться. Как приготовить свечи? Рецепт экстра простой, ничего сложного в нем нет. Доступен практически каждому. Вам понадобится обычное свиное сало. Если оно соленое, сало нужно предварительно вымочить. Положите его в банку с водой на двое суток. Затем нарежьте сало прямоугольными кусочками. Длина 4-5 см, а толщина около 1 см. Получится похоже на аптечные свечи. Эти кусочки нужно положить в морозильную камеру, расположив их в один слой, чтобы не смерзлись друг с другом. Лучше заготовить сразу 10 штук, а потом добавлять по мере необходимости. После каждого посещения туалета по-большому подмывайтесь и глубоко вводите свечу. Она должна оставаться до следующего испражнения. Благодаря охлаждающему эффекту свечи быстро снимают боль. К тому же в замороженном виде их легче ввести. Свеча быстро нагревается до температуры тела и начинает оказывать свое лечебное воздействие. Курс рассчитан на 10-15 процедур по самочувствию. При желании его можно продлить. Подруге хватило 15 свечей, чтобы вылечиться. Надеюсь, что этот рецепт многим поможет. Крепкого вам здоровья! Еще несколько рецептов лечения геморроя. Эффективно втирание в геморроидальные шишки старого свиного сала, перемешанного поровну по объему с перетертой в порошок сухой травой чистотела. Можно измельчить и смешать поровну по объему траву медуницы, подорожника, шалфея, золототысячника и полыни. Залить в эмалированной посуде 1 столовую ложку смеси стаканом кипятка, добавить 1 столовую ложку меда, довести до кипения и проварить 5 минут на слабом огне. Настоять 30 минут, процедить, довести кипяченой водой до стакана жидкости и пить по 50 мл 3 раза в день перед едой. А также использовать отвар для примочек и компрессов на геморроидальные шишки. При их опухании длительное время 2 раза в день употреблять по 25-30 капель свежевыжатого из цветков каштана сока, запивая его двумя глотками воды. Хорошо помогает смесь сока цветков каштана и водки, взятых поровну. Принимают ее по 30-40 капель 3 раза в день за 30 минут до еды. Приносит улучшение и настойка осины. Надо 1 столовую ложку смеси почек и коры дерева, предварительно измельченных и смешанных поровну по объему, залить стаканом водки, через 2 недели процедить и принимать по 30-40 капель 3 раза в день за 20 минут до еды. Еще советую залить вечером в термосе стаканом кипятка 1 столовую ложку травы горца почечуйного, настоять ночь, а утром процедить и пить по 100 мл 3 раза в день за 20 минут до еды. Излечивают геморрой также регулярное использование в качестве компресса на проблемные места свежесорванных листьев зайчьей капусты и примочек с насыщенным отваром коры ивы. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!